Добрый день, это Клуб Спеллскейп. Сегодня у нас будет обзор моделей фирмы SmartMax. Данная модель Петр Гуденапп. Они выполнены в масштабе 50 мм. Это викторианская стимпанк фэнтези. А что можно сказать о самой истории? История достаточно простая. Здесь в Лондоне есть более чем есть паровая технология и есть еще эта романсия. То есть то, что аналог магии в данной игре. Видим коробка оформлена с такими вот объявлениями как бы смешными. Это у каждой, кстати, немножко они отличаются. То есть все как бы подстегивает вас к тому, что это действительно викторианская фэнтези и создает соответствующую атмосферу. Теперь мы посмотрим, что же внутри коробки. Как и в прошлых наборах данная фирма. Здесь мы видим стандартный набор. То есть подставка с такой минимальной дектурированием. Ее надо немножко обработать, потому что она как бы достаточно грубо вот так вот сделана. Здесь такие вот остатки, немножко отливки. Но остальное то, что мы можем посмотреть, это карточки, которая применяется для игры. То есть она является просто статистикой данной модели. И что нас больше всего интересует сама модель. То есть в данном случае эта модель в размере масштабе 54 миллиметра. Мы можем увидеть вот такой вот человек. Так, если даже смотреть стандартные размеры по высоту по глазам, то в принципе эта модель где-то примерно 50 миллиметров будет. То есть может быть если бы он отклонился там чуть на пару миллиметров была разница. Но это особо роли как бы не играет. То есть это действительно 50 миллиметровый размер модели. Модель очень хорошо подогнана. Особенного штифтования при сборке вам не надо будет. Вот только вот буквально вот такие остатки литья вы удаляете. Оно очень легко входит. Сопоставляется тоже очень хорошо. То есть как мы видим здесь эта модель изображает человека пробитого насквозь. То есть вот если присмотреться здесь есть вот такие вот ремни, на которых выносят эту табличку. Эта табличка очень хорошо сопоставляется. И мы видим, что как бы нету расхождения между самым отверстием в этих обоих деталях. То же самое можно сказать и выходном отверстии, которое вот здесь вот сзади тоже. Оно очень хорошо сопоставляется. Дальше одна рука исполнена как вот такая вот маленькая маленькая деталь. Очень хорошо тоже входит. Тут особенно штифтовки вам не надо будет. только буквально общая такая проклейка и немножко шпаклевания в местах там где могут быть остатки вот как здесь от отливки или же просто вот как здесь на ножницах мы видим части при отливке в самой форме. Модели очень хорошие. Если вы коллекционируете викторианское, и вам нравится викторианская эпоха, вы коллекционируете модели в стилистике стимпанк или же вот если тут немножко своеобразный стиль, но тем не менее если вам нравится викторианская Англия немножко вот таких вот времен, как часто описывается Шерва Коунс и прочее, то есть конец получается 18 века, то в принципе данная модель вам может очень хорошо подойти или понравится. Качество модели очень высокое. Следует отметить, что она сделана больше для художников, потому что здесь достаточно большие, широкие вот такие, назовем это, материалами, из которых собрана модель, то есть это дает возможность вам самим создавать детализацию. То есть здесь нет чрезмерной детализации, которая просто создана для того, чтобы а вот было много там дерева или же много узоров или чего-либо подобного. Здесь ровно столько детализации, сколько требуется. С вами был Клуб Сплоскейп. Оставайтесь с нами, смотрите наши следующие обзоры. С вами был Клуб Сплоскейп. Оставайтесь с нами, смотрите наши обзоры. Продолжение следует...